Новый сезон шоу «Голос» стартовал на Первом канале в минувшую пятницу, 1 сентября. За победу в очередной раз борются самые талантливые исполнители из разных уголков страны. А в кресло наставников вернулся золотой состав «Пелагея» Александр Градский, Дима Билан и Леонид Агутин. Кстати, в юности Агутину самому приходилось доказывать правпригодность. Стархит узнал, почему школьную рок-группу певца запретили, и за что его вызывали к директору. Девочка с красивым голосом «Мама будущей звезды» Людмила Леонидовна Агутина преподавала в начальных классах московской школы Нового 763. Неудивительно, что маленький Леня поступил именно туда. Правда, все правила приличия были соблюдены, Агутина определили в класс. К другому педагогу вспоминает приятель нашего героя Барт Дмитрий Гаврилов. Его мама была классным руководителем ВА, где учился я, а Агутин перешел к нам лишь после окончания начальной школы. Как потом выяснилось, маме Лене поручились формировать могучую кучку и объединить самых одаренных и умных детей в один класс средней ступени. Так мы прошагали вместе до выпускного. Окончив школу в 1985-м, многие из нас с первого раза поступили в МГУ и другие престижные вузы. Одноклассники запомнили Агутина легким и веселым парнем, который со всеми находил общий язык. Учился он на четверке и пятерке. Любимый предмет, конечно, музыка. Он был в первых рядах, когда в школе организовывали самодеятельность, играл на гитаре, пел, а в старших классах поражал друзей импровизациями на рояле. Класс Агутина считался музыкальным. Одни обладали хорошими голосами, другие отлично владели инструментами. Чаще всего Леонид аккомпанировал кому-то из ребят. Сам тогда еще пел мало продолжает. Кузьмин нередко выступал в паре с Рой Алексеевой. Она выделялась на фоне других барышень, вьющиеся темные волосы, большие глаза и пухлые губы. Прелестная девушка, правда, с очень переменчивым характером. За Алексеевой ухаживали многие, но она отдавала предпочтение творческим ребятам. Леню с ней связывали романтические отношения. Впрочем, как и меня на определенном этапе. Помню, Агутин таскал ее портфель. На переменах они ходили держась за руки. Иногда Ира приглашала его в гости. Она пела. Алена бил по клавишам пианино. Но после окончания школы их пути разошлись. Только фотографии остались. Впоследствии Ирочка стала профессиональной артисткой оперы. Сейчас ее фамилия Литвак. Служит в Московском детском театре имени Натальи Исац. Дворовые касты, как и многие его ровесники. Агутин увлекался спортом. Он был прекрасным футболистом и баскетболистом. Часто его выбирали капитаном команд. Леня был лидером. Но без чванства, вспоминает одноклассник Дмитрий Гаврилов, мы принадлежали к разным дворовым кастам. Я жил на улице Островитянова в пятом микрорайоне, а Леонид в шестом, на улице Миклуха Маклая. Между нами лежал огромный пустырь. Мы его никак не могли поделить. Часто дело доходило до драк. Но мы с Леней в них не участвовали, лица были дороже. А вот в школе часто оказывались в одной команде по баскетболу. У меня подходящий рост, а у него прекрасная техника. Агутин обходил противников одного за другим и выводил меня к кольцу, куда я легко опускал принятый мяч. Однажды любители баскетбола в коридоре нашли запасные ключи от спортзала. Видимо, тренер случайно их выронил, вспоминает другой одноклассник. Александр Киреев так, что играли в любую свободную минуту, когда физрука не было. А потом нас застукали. Все и компания из Амели к директору и отругали. Администрацию напряг момент с ключом. По случаю окончания школы, педсовет попросил одноклассников Агутина и Кузьмина сочинить вальс, который прозвучит на выпускном вечере.